Алексей Полевки, академический директор Центра публичной дипломатии, присоединяется к нашему эфиру. Алексей, приветствуем вас. Приветствую вас. Итак, что означает вот это заявление Борреля? Китай официально не поставляет оружие Украине. О каких может идти речь доказательствах, убедительных, как сказал Боррель? Ну, мы посмотрим, какие доказательства будут со стороны Европейского Союза как бы публично оглашены, потому что в понедельник должна быть встреча на эту тему главы Еврокомиссии. И, собственно, что Евросоюз на эту тему сможет решить с точки зрения противодействия, мы посмотрим. Скорее всего, то, что уже, наверное, не является секретом, это еще в конце сентября Ройтер спубликовал, допустим, свой репортаж о том, что Алмаз Антей, ну, одна из его дочерних предприятий, уже не просто построил, но, собственно, активно производит дроны. Ну, и речь идет о так называемой модели Гарпия-3 в Китае. И, скорее всего, поставки с этого завода уже находятся в России. То есть здесь, с одной стороны, это будет позиция Китая повторена о том, что Китай ничего напрямую не поставляет какого-то летального оружия. Ну, собственником этого завода является какая-то другая фирма, не принадлежащая китайскому правительству. Вполне вероятно, что речь пойдет о доказательствах поставок именно этих дронов. То есть это, насколько известно, достаточно уже продвинутые модели. То есть это по аналогу где-то подобно риперу дронов Соединенных Штатов. Возможно, Китай начал поставлять большую номенклатуру тех товаров, которые он поставлял как товары двойного назначения. Здесь, скорее, интересен момент того, что Еврокомиссия и вообще руководство европейских стран готовы об этом говорить публично и готовы предпринимать какие-то действия. Какие действия мы посмотрим, потому что, в принципе, могут быть введены санкции по отношению к отдельным компаниям китайским. Китай, как мы помним, очень нервно реагирует на введение каких-либо санкций по отношению к китайским компаниям. Здесь было много попыток налаживать и двусторонние отношения с европейскими странами, и с самой Еврокомиссией, с тем, чтобы китайские компании не попадали под санкции. Поэтому я думаю, что сейчас Евросоюз находится в сложном положении, с одной стороны, потому что найти действенный ответ будет сложно, ввиду отдельных позиций стран, например, той же Венгрии, Словакии. С другой стороны, Евросоюзу необходимо каким-то образом отвечать на эти действия. Я думаю, что в целом это ложится в канву повышения ставок, потому что мы видим, что и со стороны Соединенных Штатов ситуация для Китая ухудшается, ввиду того, что Трамп является достаточно жестким сторонником действий в отношении Китая. Буквально вчера встреча с Джозефом Байденом, такая прощальная в Перу, как бы на двусторонней основе, но на полях саммита. В общем-то, это был один из прощальных аккордов для администрации Байдена, подвести определенные итоги, показать определенный прогресс, потому что за день до этого была встреча глав Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов. Было решено создать секретариат трехсторонней группы. И здесь, с одной стороны, Байден демонстрирует приверженность своим партнерам и союзникам в регионе, но при этом пытаясь показывать, что с Китаем Соединенные Штаты вели достаточно жесткую, но продуктивную работу. Для Китая наступает момент большей неопределенности, потому что все-таки администрация Байдена, скорее всего, займет гораздо более жесткую позицию. И здесь Европа, если начинает выступать с более жестких позиций совместно с Соединенными Штатами, для Китая является проблемой. Соответственно, мы посмотрим, насколько действенными будут санкции или же решения, принятые в понедельник. Но пока сложно сказать, насколько Китай изменит свое какое-то отношение к помощи России. Вопросы политические с Китаем не забыть. Мы к этим вопросам еще вернемся. Вот маленькое уточнение. Вы сказали, я имею в виду производство вооружения Китайской Народной Республикой. Если эта компания не принадлежит правительству. Вот по поводу той публикации в Reuters о заводе по производству и полигоне по испытанию дронов, которые предназначаются России на территории Китая. Мы в нашем эфире как-то говорили о том, что если это не правительственная компания, то эта компания, вот как вы говорите, Китай очень болезненно относится к санкциям. То этой компании со стороны правительства могут дать по рукам за такое сотрудничество. Возможно ли такое, что некая китайская компания, сотрудничая с Россией, без ведома высшего политического руководства страны? Безусловно нет. И здесь просто все прекрасно понимают, с одной стороны, реальное положение дел, что без решения КПК никаких подобных проектов на территории, тем более Китая, быть не может. С другой стороны, это дает возможность Пекину продолжать играть в свою игру нейтрального, независимого наблюдателя. Здесь, я думаю, что будет повторена все та же риторика со стороны Китая, что Китай не является стороной конфликта. Все остальное – это коммерческие и экономические отношения. Но вот вопрос в том, насколько уже, допустим, европейские страны будут готовы более серьезно действовать, а не просто предупреждать Китай. Потому что, я думаю, что с Нового года мы увидим гораздо более жесткие взаимодействия между Китаем и Соединенными Штатами, прежде всего в экономической плоскости. Потому что все-таки Трамп публично, неоднократно обещал введение и экспортных пошлин, и введение определенного номенклатуры, в общем-то, давления на Китай. И здесь, скорее всего, общая ситуация для Китая будет ухудшаться. С другой стороны, Китай тоже использует подобные вещи для торга. Точно так же, как возможные переговоры с Россией со стороны Соединенных Штатов могут быть использованы, в том числе, для давления на Китай. Так и Китай показывает то, что он может гораздо больше поддерживать, допустим, Россию. Он играет значительную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому, если Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты готовы к жесткой конфронтации, то Китай будет противодействовать этому. Да, это не публичная позиция Пекина, то есть Пекин выступает публично о том, что он не является стороной ни одного из конфликтов. Но все прекрасно понимают, что здесь влияние Пекина и на Москву, и на Тегеран достаточно значительное. Соответственно, вопрос действенности санкций по отношению к китайским компаниям – это вопрос чувствительный. Если европейские страны, правда, начнут вводить санкции против китайских компаний, я думаю, что Пекину придется искать какие-то способы противодействия. Но противодействие будет, прежде всего, тоже силовое, потому что Китай тоже имеет рычаги влияния на европейские страны. В частности, та же Германия, немецкие заводы, которые открыты в Китае и так далее. Но в целом Китай гораздо более зависим от сотрудничества с Западом, чем совокупно западные страны. Да, западные страны, многие, особенно европейские, в определенных отраслях являются критически зависимыми. Но при этом глобально Китай без сотрудничества с Европой и Соединенными Штатами просто может свалиться в серьезную рецессию. Алексей, да, чтобы мы далеко не ушли от этой темы. Германия, да, вы упомянули Германию. Мы сегодня говорили о некой такой активности Олафа Шольца, который поговорил с Путиным, поговорил с Трампом. Пока результаты разговоров этих неизвестны, но реакция Украины близка к отрицательной, да, говорить об Украине без Украины. Так вот, в этом контексте мы говорили о том, что на полях G20 19 ноября Олаф Шольц будет встречаться с Си Цзиньпинем. Вот давайте вот с этой точки зрения отношение Китая, это, кстати, будет тоже одно из прощальных мероприятий Джо Байдена. Как вам видится G20, присутствие там Китая и в целом, как это может отразиться на помощи для Украины? Ну, здесь я бы не ожидал каких-то радикальных новостей с этой встречи, потому что, во-первых, и Шольц будет в такой слабой позиции, по сути, уходящей глава государства и Байден. Это уже, по сути дела, прощальные какие-то действия администрации. Поэтому здесь скорее будут обозначены какие-то позиции. Возможно, будут оговорены определенные нюансы, связанные как раз с помощью, в том числе, прямой военной помощью со стороны Китая и России. Но я не думаю, что как раз на этой встрече какие-то радикальные решения будут приняты. Для Шольца ситуация сложна, потому что, с одной стороны, ему нужны какие-то успехи, потому что выборы на носу. Ситуация для его партии достаточно проблематичная. Шольца критикуют, с одной стороны, и за поддержку Украины, и за недостаточную поддержку Украины. Соответственно, отношение с Китаем является достаточно болезненным для немецкого бизнеса. Прежде всего, и автомобильного, и вот недавнее принятие пошлин на китайские автомобили в Европе, которые во многом все-таки были поддержаны и даже, наверное, пролоббированы, можно сказать, Германией. Это все создает сложную ситуацию с учетом экономической, ну, не самой лучшей ситуации Германии для Шольца в преддверии выбора. Соответственно, с Китаем будут попытки и определенного, ну, как бы, давления в определенных вопросах, ну, и попытки поиска точек соприкосновения. Потому что все-таки для Германии и лично для Шольца, как главы в данном случае уже такой партии в период выборов, необходимо показать какой-то позитивный результат. Ну, радикальных решений на саммите 20-ки, ну, я бы не ожидал. Алексей, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за ваши комментарии. Алексей Полегкий, академический директор Центра публичной дипломатии, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok